Это существо живет на такой глубине, где практически нет кислорода. В его организме течет голубая кровь. В начале 20 века зоологи решили, что он чем-то смахивает на нечисть и назвали его адским вампиром. Всем привет! Присаживайтесь поудобнее, берите что-то вкусненькое и мы начинаем! Адский вампир является единственным представителем своего рода в классе моллюсков. Его особенность заключается в сочетании видовых признаков, свойственных осьминогам, кальмарам и каракатицам. При проведении испытаний было установлено, что эта особь скорее является ранней ветвью современных осьминогов. У них есть способности к быстрой и эффективной адаптации к глубоководной среде. Осьминог-вампир является единственным известным в науке выжившим членом своего отряда. Подводный вампир имеет 8 длинных щупалец и пару вытягивающихся нитей, способных удлиняться и становиться больше всей длины животного. Эти отростки работают как датчики. Они покрывают всю длину щупалец с присосками. Своё название адский вампир получил благодаря собственному виду. У него тёмная, практически чёрная кожа. Между щупальцами имеются перепонки. Глаза красные. Кажется, что они налитые кровью. Размеры моллюска примерно от 15 до 30 сантиметров. Маленькое подводное чудище может быть красного, бурого, фиолетового и даже чёрного цвета. Окрас зависит от освещения, в котором он находится. Взрослые вампирчики могут похвастаться ухообразными плавниками, которые растут из плаща. Взмахивая плавниками, моллюск словно летит на глубине океана. Вся поверхность тела животного покрыта фотофорами, то есть органами свечения. С их помощью моллюск может создавать вспышки света, дезориентируя опасных подводных сожителей. Пособь встречается во всех глубинных пространствах, тропических и умеренных водах. На глубине от 300 метров до 3 километров. Где обитает адский вампир, практически нет кислорода. Там находится так называемая зона кислородного минимума. Помимо вампира, на такой глубине не живет ни один известный науке головоногий моллюск. Зоологи полагают, что именно среда обитания наградила адского беспозвоночного еще одной особенностью. Вампир отличается от других подводных жителей очень низким уровнем обмена веществ. В отличие от других представителей своего рода, вампир не ловит других живых существ. Он питается преимущественно органическими частицами, опускающимися на дно в глубоком море. Эти субстанции называют морским снегом. А именно, диатомовые водоросли, зоопланктон, сальпы, личинки, частицы тела рыб и ракообразных. Частицы пищи кальмар ощущает нитевидными сенсорными рукавами, склеенными присосками других рукавов и покрытой оболочкой удерживающих рук и поглощаемым слизистой массой. Щупальца захватывают пищу, объединяют отходы со слизью, продуцируемой присосками и формируют питательный комок. Подводный житель ведет одиночный образ жизни, размножается достаточно редко. Встреча особей разного пола обычно происходит случайно. Так как самка к такой встрече не готова, она потом долго может вынащивать сперматофоры, которые имплантирует ей самец. По возможности, она их оплодотворяет и вынашивает детенышей до 400 дней. Детеныши моллюсков адского вампира рождаются полными копиями своих родителей, но маленькими, около 8 мм в длину. В первое время они прозрачны, не имеют перепонок между щупальцами, а их жгутики еще не полностью сформированы. Питаются малыши органическими остатками из верхних слоев океана. Продолжительность жизни наверняка вычислить очень сложно. В неволе моллюск не проживает и двух месяцев. В отличие от своих родственников, эти подводные обитатели не могут позволить себе тратить значительную часть энергии на передвижение. Поэтому оказывается легкой добычей для китов, малоглазых макрурусов и морских львов. Изучение глубоководного адского вампира в настоящее время осложнено, потому о поведении данной популяции пока известно немного. Остается лишь надеяться на то, что ученым удастся узнать больше об этих уникальных представителях подводного мира. Всем спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Берегите себя и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok